Сегодня мы поговорим о тормозах для российского бизнеса. До последнего времени тема модернизации российской экономики была бесспорной доминантой всей нашей политической жизни. Похоже, что политикой дело и ограничилось. Под модернизацией же следует понимать только те процессы, результаты которых каждый может увидеть не в закрытых научных центрах, а на прилавках магазинов, на специально выделенных для этого полках под рубрикой «Сделано в России». Вот в одном из торговых центров города Полоцка в Белоруссии мои близкие знакомые были поражены многообразием их, тем многообразием, которое предлагалось, в общем-то, на любой вкус по холодильникам. Каково же было их удивление, когда выяснилось, что все они без единого исключения белорусского производства. И вот не в подобных ли фактах истоки транснациональной ненависти к Лукашенко, к Сталину, который организовал, кстати, единую корпорацию СССР. И вот посмотрите на то, что делалось в эти времена. Автомобили ЗИС-110, ЗИМ, Победа, 21-я Волга – все они в числе лучших машин своего времени в мире. Ну и сегодня это предметы гордости. А вот попробуйте сегодня найти в продаже для населения хотя бы такое немудреное изделие, как молоток отечественного производства. Модернизация производства в нашей стране мешает вовсе не отсутствие собственных инновационных научных разработок. Да их и позаимствовать несложно, как делают другие страны. Мешает губительная для любых долгосрочных проектов финансовая атмосфера. Эксклюзивная, если угодно, такая двухпедальная тормозная система, которая блокирует механизм развития высокотехнологичного сектора. Первой основной педалью этой тормозной системы является, конечно, убийственный для реального сектора судный процент. Он увеличивает себестоимость готовой продукции. Он же является первопричиной и, если угодно, задающим генератором инфляционных процессов. Поменяв местами причину и следствие, наш финансовый блок объясняет размер ставки кредитования инфляцией. То есть у нас ветер дует из-за того, что ветви качаются. Прогноз по будущему ростовщичеству, как воровского механизма, замаскированного под банковский бизнес, дает пророк русской цивилизации Александр Сергеевич Пушкин. Вот вслушаемся в ее строчке. Законодательное разрешение на процентные доходы – это ведь следствие порочности и безнравности. Авторов концепции управления, концепции глобализации, а вовсе не юридических или экономических просчетов. Ну а теперь о второй педали вот этой самой тормозной системы нашего бизнеса. Это, конечно же, рост тарифов естественных монополий. Экспоненциальный, это процент на процент, рост тарифов естественных монополий, скоординированный со судном процентов, с неизбежностью превращает прогнозирование инфляции в ее прямое программирование. Сколько скажут в январе, столько и будет. Нетрудно посчитать, что ежегодный 20% рост тарифов приводит к их увеличению через 10 лет в 6 раз, через 20 в 40 раз, а через 30 лет в 200 раз. И после этого мы планируем бескризисное развитие. Экспонента никогда не была основой устойчивого развития бизнеса. Снижение ставки по кредитам, замораживание тарифов – вот те базовые вопросы, которые, в общем-то, инициировались и президентом нашей страны. Но после этого они умело забалтываются финансистами. Парадоксальность же ситуации в том, что сам бизнес и его ведущие профессиональные сообщества, такие как РСПП, Деловая Россия, Опора Россия, обсуждают массу других вторичных проблем, но никогда не смотрят в корни. Они не забывают о первопричинах и не выступают, по сути, в поддержку вот таких базовых идей. А ведь именно от меры понимания и управленческой грамотности бизнеса зависит скорость реализации пророчества Пушкина, наполненность наших прилавков собственной продукцией и, в конечном счете, благополучие и самого бизнеса. Редактор субтитров А.Семкин